кстати по поводу вот ее животика мы ей делаем массажики каждый раз когда мы отводим газики мы делаем и массаж и используем мое любимое кокосовое масло хотя очень хорошо она я прочитала что это самое лучшее что может быть для ребенка когда делаете массаж и вот когда трубочку вот этот вот газотворек вставляете тоже вот кокосовым маслом и попочку кокосовым маслом очень 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 мне нравится кокосовое масло я уже говорила что всю беременность я пользовалась кокосовым маслом натирала животик вот живот натирала ножки натирала на чтобы растяжек не было и вот растяжки уже говорила остались только после первой беременности потому что первой беременности естественно я много чего не знала вот и мне очень очень как кокосовое масло нам зашло и она у нас каждого вот так где мы ее переодеваем в каждой вот видите я в таких баночках его расфасовала и в каждом месте где мы этот станции переодежки вот и я поставила как везде это так вот баночки и очень удобно пользуемся вот вот так вот и у нас это вот трубочка наш спасать спасательная трубочка это конечно вещь казалось бы да вот маленькая трубочка и она столько вообще газиков отводит мы вчера она а корала вчера вчера были сначала начался с животиком у нее проблемы вот и мы стали отводить газики там просто водичка бурлила в курсе да что это трубочку вставляется в попку и потом уже вот это ставится вот это другой хвостик кончик в водичку ставится и вот это вот когда газики отходят бурлит 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 ой вчера она чувствуется у нее прям вообще животик очень сильно болел но два дня назад это было у нее это еще она у нас была прекрасная ночь в кавычках мы вообще фактически не спали она кричала она плакала она спала рядом со мной хотя мы в курсе даже я говорил что мы приучаем к своей комнате сейчас она у нас лежит в кроватке потому что мы кроватку и маленькую которая прикроватная кроватка мы ее не убираем потому что мы ее только потихоньку приучаем к своей комнате иногда она спит естественно с нами когда вот такие проблемы и у нее животик так сильно заболел что просто было ужас а я ну блин глава дырявая мне дима купил у нас здесь есть русские магазин чеки некоторые в одном из русских магазин продавали щи из щевля я его съесть поелась это и а там же щелочь и у нее как это все началось ой ребята это было вообще это был это был вообще ужас все девочки не ешьте никакие щи и не щивля не из капусты особенно вот эти вот те которые начинают бродить животики у ребенка это вообще это просто это было как это был ужас какой-то она ножки поджимала она выворачивалась есть не ест чуть покушает начинает дарать у это было что-то это было такое был кошмар что просто ужас я я думала я вздернусь а ну ну газики они у всех детишек до три третьего до трех месяцев девочки вот кто я знаю что вообще как бы детей пеленают и и мы свою пеленаю потому что она не спит если она вот с ручками вот когда ручка вот так вот этот у нее свободный она себя пугает и она и у нас есть вот такие вот классные штуки в общем здесь вот ручки просовываются вот сюда вот она застегаются вот здесь вот так вот на молнии и и вот так вот заворачивается ребенок вот вот так вот и у него ножки здесь свободные она очень удобная штука и еще у нас есть другие другие этот такие же но ручки не просовываются у нас одна новая есть нам подарили мы ее я хочу сегодня распаковать меня потому что она сейчас спит в розовенькая на чуть поменьше от этого чуть побольше такая ведь у нас шапочка даже есть она просто такой как как кармашек вот такой вот и вот здесь вот на липучках то есть без ручек тоже вот такие вот есть два крылышка и они вот так вот закрывает ребенка как пеленочка и она у нас очень сладко крепко спит вот в таких штуках вот а еще когда постарше у них уже как бы ручки не пеленается кладут у нас есть вот как бы вот такая вот их много у нас очень много покажу вот такой как бы мешочек до получается вот и с ручками то есть она как бы закутанная ну ручки у нас открыты в общем вот таких у нас очень много вот и как бы спальничков получается вот но они мне очень кстати зашли я сначала пеленала ее пеленкой вот у нас в детстве пеленали пеленочкой вот где-то наверное неделю полторы вот я решила дать к я попробую у нас они лежат надо попробовать и попробовала мне очень понравилось и проще потому что пеленка пока запеленаешь ее ночью это вечность пройдет здесь раз положил заделал вот так вот то есть как бы вот такие вещи кстати в детстве мне мама пела песенки чтоб я заснула и одна из самых моих любимых песен было про олимпийского мишку которое запускали воздух это было олимпиада восемьдесятого потому что я восемьдесятого как раз родилась и там была песенка вот именно в тот момент когда его вот запускает этого олимпийского мишка вот там пели это песенку и сейчас я адельке пою эту песенку про олимпийского мишку когда она идет спать вот когда она в нормальном состоянии она очень быстро засыпает под эту песню а еще она песню любит про мамонтенка вот эти две песни я и постоянно ей пою но вот про олимпийского мишку это очень трогательно потому что я сразу вспоминаю как мама мне пела эту песню как насколько я любила и потом я мама помню спрашивала помню для на эту песню но она помнит первую по моему первые первые две строчки вот а я ее нашла распечатала положила на стол к дельке в комнату и вот я ее пою вот ей не так потом кстати посмотрела видео старое видео восемьдесятых когда запускали этого олимпийского мишку конечно очень трогательно сейчас таких ярких моментах вот которые были именно тогда нету это было действительно очень красиво и кстати посмотрите эти старые видео про олимпийского мишку очень интересные вы знаете до слез пробирает